Джон Пайпер «Страсти Христовы» Глава 16 Христу надлежало пострадать и умереть, чтобы даровать нам чистую совесть. Кровь Христа, который Духом Святым принёс себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мёртвых дел для служения Богу живому и истинному. Послание к евреям, глава 9, стих 14 Некоторые вещи никогда не меняются. Проблема запятнанной совести появилась вместе с грехом Адама и Евы. Как только они загрешили, их совесть стала нечистой. Чувство вины разрушило их отношения с Богом и побудило спрятаться от Него. Оно разрушило их отношения друг с другом, и они стали обвинять друг друга. Чувство вины также положило конец покою их душ. Впервые они посмотрели на себя и устыдились. Проблема запятнанной совести стояла остро на протяжении всего Ветхого Завета. Жертвоприношения не могли очистить совести человека. Давайте прочтем. Послание к евреям, глава 9, стихи 9 и 10 Приносятся дары и жертвы, немогущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые съествами и питьями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Кровь животных служила лишь предзнаменованием крови, пролитой Христом, и Бог считал ее достаточной для очищения плоти, но никак не совести. Евреи знали, что кровь жертвенных животных не очищала их совесть. Об этом говорится в книге пророка Исаии, глава 53 и Псалом 50. Знаем это и мы. «Потому явился новый первосвященник Иисус, Сын Божий. Он пришел с лучшей жертвой, принес на алтарь самого себя. Кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Посланник Евреям, глава 9, стих 14 «Животные жертвоприношения предвозвещали совершенную жертву Сына Божьего, чья смерть покрывает все грехи Божьего народа, совершенные как в прошлом, так и в будущем. Мы живем в современном мире, мире науки, интернета, пересадке органов тела и мобильной связи. Тем не менее, наши проблемы не изменились. Наша совесть по-прежнему осуждает нас. Мы не чувствуем себя достаточно хорошими, чтобы прийти к Богу. И неважно, насколько сильно мы запятнали свою совесть, истина такова – мы недостаточно хороши, чтобы прийти к Нему. Мы можем изрезать себя ножом, бросить своих детей в священную реку, пожертвовать миллион долларов в ЮНЕСКО, служить на благотворительной кухне для бедных и придумать сотни других попыток избавиться от самоосуждения и обрести прощение. Результат будет тот же. Грязь с нашей совести никуда не исчезнет, а страх смерти будет по-прежнему нас преследовать. Мы знаем, что наша совесть нечистая, и виной тому вовсе не какие-то внешние грехи, такие как прикосновение к телу мертвеца или употребление в пищу свинины. Иисус сказал, что оскверняет человека не то, что входит в него извне, а то, что из него исходит. Об этом читаем в Евангелии от Марка, глава 7, стихи с 15 по 23. Нас оскверняет гордость, жалость к себе, горечь, похоть, зависть, апатия, страх и порождаемые ими поступки. Все это дела смерти. Они исходят не из новой жизни, а из смерти и к смерти ведут. Вот почему они приносят нам чувство полного бессилия и мучают нашу совесть. Единственный ответ для современного мира, как, впрочем, и для всех времен – это кровь Христа. Что же нам делать, когда совесть осуждает нас? Мы обращаемся ко Христу, мы уповаем на страдания, смерть и кровь Христа. Его кровь – единственное во всей Вселенной средство, способное очистить нашу совесть, даровать утешение в этой жизни и наполнить миром на пороге смерти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова